Качество воды в системах коммунального водоснабжения То есть той самой горячей и холодной воды, которая льется у нас из крана Каждый хоть раз сталкивался с такой ситуацией, что открыв кран он видит воду рыжего цвета Почему это происходит и как этого избежать, я сегодня постараюсь ответить Сразу стоит оговориться, что если воду рыжего цвета вы наблюдаете у себя в раковине Только после отключения и повторного включения холодной или горячей воды То это нормально Здесь никакой проблемы нет Дело в том, что если из трубопроводов сливают воду на несколько часов Например, для осуществления каких-то ремонтных работ или установки сантехнического оборудования Или при проведении ремонта в квартире То за эти несколько часов трубы сильно окисляются воздухом, оставшись без воды И, соответственно, некоторое время после запуска водоснабжения из крана течет Это грязная рыжая вода И течет она до тех пор, пока трубы, собственно, не промоются от этих образовавшихся за часы контакта с кислородом продуктов коррозии То есть после этого, в принципе, если вода становится нормальной и больше никаких сомнений не вызывает То можно здесь не паниковать и, собственно, продолжать ей пользоваться без каких-либо опасений Но если в вашем кране вода плохого качества течет постоянно или часто То здесь уже стоит озадачиться То есть если явление плохой воды в системе водоснабжения наблюдается на постоянной основе Это означает то, что эту проблему решить долгое время не получается То есть действительно проблема непростая Управляющие компании обычно, во-первых, не горят желанием эту проблему решать Поскольку они получают одинаковое количество денег что за рыжую воду, что за нормальную воду Во-вторых, управляющим компаниям тоже не так просто с этим разобраться Для того, чтобы эту проблему понять и выяснить, откуда все берется Что является причиной загрязнения и порчи воды в системе водоснабжения Обычно обращаются в экспертные организации Наша экспертная организация с завидной регулярностью этими вопросами занимается То есть достигла определенных, можно сказать, высот в этом Поэтому я вам сейчас могу доложить на основании фактической экспертной практики Что происходит в системе водоснабжения и на что здесь нужно обращать внимание Значит, если нам поступает в работу такая экспертиза По установлению причин ненадлежащего качества воды в системе водоснабжения Первое, с чего мы начинаем, с чего, собственно, правильно начинать Это с анализа воды То есть для того, чтобы понять, почему качество воды ухудшается Нужно понять ее состав То есть в данном случае берутся пробы воды на вводе на квартирный дом Берутся пробы воды на выходе с индивидуального теплового пункта Если он есть в данном доме Берутся пробы у самых отдаленных потребителей То есть в концовых участках системы водоснабжения То есть по тем элементам, которые в этих пробах обнаруживаются Можно судить, что является, собственно говоря, загрязнителем Но, как правило, самым основным загрязнителем И тем веществом, которое придает воде вот этот рыжий цвет Который всем знаком является железо Значит, откуда может браться железо? Вода с повышенным содержанием железа Может изначально подаваться на ввод в дом Например, если в качестве источника водоснабжения Используется скважина И вода не проходит предварительные очистки в должной степени То уже на вводе в дом Жильцы могут получать ввод ненадлежащего качества Но это вариант такой менее распространенный Более частой и распространенной причиной Повышенного содержания железа в воде Является коррозия трубопроводов То есть, если наружные или внутренние трубопроводы Систем горячего и холодного водоснабжения Выполнены из металлических труб При определенном стечении факторов Происходит значительная коррозия Вот продукты этой коррозии Они и дают и мутность, и цветность, и рыжий оттенок И повышенное содержание железа в той воде Которая течет у вас из крана По результатам лабораторных анализов воды Определяется так называемый индекс Ланжелье Он показывает, насколько вода является агрессивной По отношению к металлическим трубам Если индекс Ланжелье равен или близок к нулю То вода считается нейтральным Она не склонна к образованию осадка И не вызывает коррозию металлических трубопроводов Если индекс Ланжелье существенно выше нуля Значит, вода является склонной к выпадению в осадок солей жесткости То есть образует на стенках трубопроводов отложение солей жесткости Если индекс Ланжелье существенно меньше нуля То такая вода не склонна к образованию отложений солей жесткости Но является сильно агрессивной с точки зрения коррозионного воздействия На металлические трубопроводы Если задача экспертизы состоит в установлении Причины ненадлежащего качества воды Обязательно производится отбор образцов трубопроводов То есть скрываются трубопроводы Для установления технического состояния А именно состояния внутренней поверхности Я могу показать один из образцов трубопровода Это система горячего водоснабжения Индекс Ланжелье в данном случае был существенно меньше единицы Что привело к сильному коррозионному поражению Внутренней поверхности трубы Здесь мы видим бугристые отложения Серо-коричневого цвета Это отложения, сформированные из продуктов коррозии То есть это не гидрокарбонатные отложения солей жесткости В данном случае вся проблема в системе горячего водоснабжения Вот этого квартирного дома, откуда изъята эта труба Заключается в существенном коррозионном воздействии воды С низким показательным ланжелье на металлические трубопроводы И что приводит к их коррозии Образованию вот таких отложений Соответственно эти отложения, размываясь проходящим потоком воды Попадают в кран То есть на входе в многоквартирный дом Анализ воды у нас с точки зрения санпиновских показателей практически идеальный На выходе из крана, благодаря вот этим вещам Мы получаем воду мутную Воду с большим содержанием механических примесей И с большим содержанием железа Больше всего претензий по качеству воды Конечно предъявляется к системам горячего водоснабжения Это понятно Системы ГВС, они работают в более жестких условиях Факторов, приводящих к коррозионным повреждениям Трубкотложениям гидрокарбонатным Их здесь гораздо больше, чем по холодной воде Соответственно По холодной воде претензии возникают реже И в большей части они связаны с тем Что источник водоснабжения И водоочистные сооружения Дают воду ненадлежащего качества То есть здесь в большей части Не приходится говорить о Именно порче воды во внутренней системе водоснабжения Много квартирного дома За горячей водой там ситуация несколько сложнее То есть Вот эти вещи связанные с Слишком высоким Или с слишком низким Показательным ланжелье С температурным режимом С режимом циркуляции Они достаточно сильно влияют на Состояние трубопроводов А трубопроводы в свою очередь Влияют на качество воды Которая вытекает у нас из крана Ну вот в частности Неработающий циркуляционный насос В системе горячего водоснабжения Однозначно приведет к тому Что у вас будет Либо постоянно, либо периодически Течис крана Вода такого грязно-рыжего цвета Поскольку застой воды в системе ГВС Он недопустим То есть проток воды должен быть постоянно То есть вот эти все взвесия и отложения Которые там неминуемо образуются Что вы с ними не делали Они все равно там будут образовываться Они должны промываться, постоянно циркулировать Если останавливается циркуляция Ухудшается качество воды Другим фактором для системы ГВС Является температурный режим То есть согласно СНИПовским и САНПиновским нормам Температура воды в системе ГВС Должна быть от 60 до 75 градусов То есть это хорошо с точки зрения микробиологии Потому что при таких температурах Гибнет большинство болезнетворных бактерий Или по крайней мере они не размножаются активно В трубопроводных горячей воды Поэтому температура поддерживается Достаточно высокой Но с другой стороны при температурах свыше 60 градусов Коррозионные процессы протекают более интенсивно То есть из воды выделяется растворенный кислород Плохо влияет на состояние внутренних поверхностей труб Цинковое покрытие трубопроводов при температурах свыше 60 градусов Уже перестает работать как защитное И может наоборот способствовать сильному развитию коррозии Коррозии основной стенки трубы Поэтому проблем здесь много Решить их можно только проведя всесторонний анализ То есть анализ с точки зрения состава воды С точки зрения состояния трубопроводов С точки зрения работы оборудования системы водоснабжения И только исходя из полной картины Можно делать какие-то выводы И формировать какие-то рекомендации На тему того, как дальше с этим поступить В общем, если вопрос качества воды для вас актуален Можете обращаться в нашу организацию Постараемся помочь На этом все До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...